Так, друзья, мы продолжим наш обзор выставки Эф-Эс-Эхат, современного израильского художника, живущего в Англии. Вот такие окружности, концентрические. Так, мы идем наверх. Эти шары мы уже, здравствуйте. По-русски можете сказать? Значит, смотрите, там видео и там объяснение того, как делают подобные картины. Понятно. Потому что сразу не поймешь, а там они показывают, как это делать. Но объяснение на иврите, да? Да нет, оно видно, там не надо слов. Ну, давайте посмотрим. Вот показан процесс, как нам рассказала смотрительница, одна и смотрительница. Как делают вот такие картины. Подобно тому, как ткут ковры. Только это делается в краске все. Видите, слоями он наносит цвета линий. Вот, только вот возникает вопрос, почему он сразу не мог нанести конечный результат. Ну, вероятно, такова технология. Художнику виднее, чего он хочет достичь. А вообще, друзья, по своему скромному опыту создания художественных произведений, ну, не картин, естественно, там, а больше в жанре литературы или музыки, песен. Я вам скажу, что главное в художественном произведении даже не сколько результат, а именно сам процесс. Вот, кайф доставляет сам процесс создания, сам процесс творчества. Вот он повесил табличку. Зеро. Ноль. Зеро. Ага. А вот, вероятно, он уже другую картину рисует. А может быть, и ту же. Ну, существует мнение, с которым я согласен, что настоящий художник всю свою жизнь рисует или создаёт одно и то же произведение в своей жизни. Хоть это могут быть и разные, в результате получатся разные произведения в разных жанрах. но он как раз выплескивает свои эмоции, то, что находится у него в чаше, в чаше сердца. Вот. Фильм закончился и мы пойдём дальше. Спасибо. Мы посмотрели. И тогда поняши. И тогда поняши. Поняши. Кое-что мы даже поняли. Ну, конечно. Там поняши. Там поняши. Как это вообще делать. Спасибо вам. Они разные там есть, но это всё равно, это в принципе. Хорошо. Внутрь надо было зайти. А. Да. Хорошо. Если вы снимаете, то лучше внутрь. Внутрь и направо. Там цветное есть. Да. И ещё есть на третьем этаже, да? Ну, вот этот. Ага. Понятно. Спасибо. Вот эти картины. Как я бы села, а я бы, вот смотрите. Да, пожалуйста. Я вам покажу. Здесь и иди сюда. Они все в принципе этот. Ну, тут просто красиво, разноцветие. Ага. Интересно тут. Такое симпатичное за счёт разных цветов. Очень хорошо. Где ваша дама? Встать. И это фон. Ага. Портрет красиво смотрится. Хорошо. Спасибо. Сейчас я её поищу. А вы откуда вообще-то? Ну, мы живём здесь, в Тель-Авиве. Мы в Тель-Авиве живём. А я и здесь живу. В Тель-Авиве мы живём. А. Мы здесь. А приехали мы с Украины. Так подождите. Вы гости? Вы жители? Вы кто? Нет. Мы жители. Но мы чувствуем себя как гость. Откуда вы с Украиной? Хорошо. Откуда? Со Львова. Со Львова. Я из Киева. О! Приятное. Землячку встретить. Нет. Тут темновато. Вот там. Встаньте. Иди сюда. Я вот туда заеду. Тут уже всё хорошо. И всё хорошо. Вот на этом поле. Станьте. Пусть он растимит. Будет красивый портрет. Встаньте. Сейчас я тебя сниму. Сейчас я закончу осмотр техзалов и тебя сниму. Вот интересно. Ну вот это уже портрет. Ну вероятно выполненный в такой же технике как мы видели. Такая особая техника. Где человек не выписывает детали вот так кисточкой. Художник. Вот тоже в этом можно усмотреть концепцию. Хотя мне тут женщина которая сидит в музее сказала, что тут особой концепции у него нет. Но концепция прочитывается друзья. Вот такая концепция что лица размываются. Цивилизация наша вот такая. Размывает личностные черты. Размытие лика происходит. Вот тут вообще один овал лица. И непонятно это лицо ли это просто пятно света. Стирание индивидуальности. Габриэль Кляйзмерс. Вот так зовут этого художника. Напомню вам. Вот изменение цветов. Да подобно что-то. Черный квадрат Малевича. Только это не черный. Вот красный квадрат. Ну это можно воспринимать уже как друзья как плагиат наверное. Если черный квадрат был новым словом в свое время в искусстве. То красный синий квадрат это уже повторение. Иble, да? Ну пока не осталось. Посмотрите.